SCP-1036 Nkondi, класс объекта Евклид, особые условия содержания. Все экземпляры SCP-1036 следует хранить в чугунной таре в условиях низкой влажности, что должно замедлить ржавение тары и гвоздей. 1. Физическое взаимодействие с объектами следует осуществлять исключительно бережно, во избежание расшатывания гвоздей. Категорически запрещается извлекать гвозди из объектов. Если при осмотре будет замечено плохо державшийся гвоздь, следует осуществить процедуру восстановления согласно документу 1036-3P.BR. В определенные промежутки времени, отмеряемые штатным Нгангой шаманом, на основе астрономических наблюдений, Нганге следует вбивать в каждый экземпляр как минимум по одному новому железному гвоздю массой 8 грамм или более. 2. При возникновении необходимости физического присутствия в одном помещении с объектом постороннего лица, за исключением Нганге, рекомендуется, чтобы последний перед входом закрыл посторонним глаза и другие отражающие свет поверхности тела изолентой или другим светонепроницаемым покрытием. 3. Под общим номером SCP-1036 проходит набор деревянных статуэток, однотипных с деревянными идолами культуры Конго в западной части Центральной Африки. 4. На сегодняшний день в организации содержатся 4 экземпляра SCP-1036, а именно, Терра-1, Терра-5, Терра-6 и Терра-7. На фотографии SCP-1036-1. С помощью клейкого древесного сока прикреплена, как правило, в области глаз или живота, составная часть, сделанная из блестящего или светоотражающего металла, например, из полированного серебра. Также в экземплярах объекта имеются незначительные вкрапления почвы, соответствующие определенным кладбищам в засекреченной области. В каждый экземпляр вбито множество железных гвоздей. На ощупь все экземпляры чуть теплые. Согласно исследованию, температура поверхности экземпляров превышает температуру в помещении в среднем на 4-8 градусов Цельсия. Однако, согласно протоколу наблюдения SCP-1036-986-B.233, непосредственно перед событием К-Лазима-1, температура поверхности SCP-1036-3 подскочила на 90 или более градусов меньше, чем на 4 секунды. После чего наблюдение было экстренным образом прервано. Каждый экземпляр относится с разумной, бестелесной сущностью, которая была связана с ним еще до постановки объекта на содержание посредством традиционных шаманских ритуальных практик Конга. Все экземпляры, находящиеся ныне на содержании фонда, были созданы под созданием понимается также и ритуал связывания в 1870-х годах или ранее начало сноски. Неизвестно, существуют ли на сегодняшний день аборигены Нганга, за исключением тех, что состоят на службе фонда. Поэтому вероятность проведения новых ритуалов связывания и создания новых экземпляров SCP-1036 теоретически существует в целях уменьшения риска организации через агентов лоббировала вырубку лицов в засекречено и переселение коренного населения этой местности, живущего племенным строем, в другие места. Конец сноски. Связанная с любым конкретным экземпляром сущность не может отделиться от него, пока сохраняется физическая целостность экземпляра. Единственными способами освободиться для нее остается связь с Нгангой или взаимодействие с любым живым существом, направление взгляда которого устремлено в глаза экземпляра. Сами экземпляры SCP-1036 были сооружены Нгангами племен для применения сил, связанной сущности в различных полезных целях, но информация об этой была утеряна. С учетом ситуации, усилия фонда были направлены на сдерживание SCP-1036. Приложение номер 1. На фотографии SCP-1036-6. Крупный план. Звукозапись интервью А. 1900 засекреченный год. Доктор Моррисон. Говорит доктор Моррисон. Я... Хм... Нахожусь рядом с камерой 06-SSD. Вместе с господином Нзингой. Мы ведем наблюдение через смотровое окно. Господин Нзинга. Будьте любезны. Объясните для протокола, что именно вы делаете в ходе этого опыта. Нзинга. Разумеется, доктор. Я Франсуан Зинга. Штатный Нганга зоны 06. Сегодня утром я войду в камеру 06-SSD. И проведу беседу с сущностью, связанной с идолом SCP-1036-6, который хранится в этой камере. Доктор Моррисон. Замечательно. Прошу вас объяснить, что вы собираетесь сейчас сделать. Нзинга. Неразборчиво. Доктор Моррисон. Простите, Франсуан. Говорите в микрофон. Нзинга. Конечно. Сначала я употреблю засекречено. Вещество, которое вы бы назвали алкогольным напитком. Ради того, чтобы открыть мой разум. Наподобие транса. Потом я приму Ива или Дух, чтобы пообщаться с ним. Я открою вместилище SCP-1036-6. Доктор Моррисон. А это безопасно для вас? Нзинга. Длительная пауза. Да. Доктор Моррисон. Прошу вас, приступайте. Проходит примерно 11 минут. Доктор Моррисон. Господин Нзинга, вы готовы? Еще две минуты. Слышные неразборчивые возгласы. Нзинга. Да, доктор. Прошу прощения за то, что не реагировал, пока готовился. Теперь я готов. Неразборчивые звуки. Сейчас я извлекаю SCP-1036-6 из сейфа. Я собираюсь посмотреть в глаза SCP-1036-6, чтобы обратиться к Нкиси. Это приглушенный возглас боли. Дальнейший разговор, кроме отдельно оговоренных случаев, переведен с языка. Киконга. Я Франсуан Зинга. Шаман засекречена. Кому я обращаюсь? Я Кун Пемба. Афула. Ты безродный блюдок. Выпусти меня или будешь у меня. Приказываю тебе говорить с уважением. Почему тебя заточили в этом объекте? Ругательство переводится как «казаеб». Знахарь, заточил меня здесь железом. Клянусь, как только выберусь, я... Тебе говорю, разговаривай с уважением. Как долго ты заточен здесь? 326 ваших лет. Смертный. Ругательство переводится как «зараженный пенис». И даже чего тебя... И ради чего тебя заточили? Знахарь, который заточил меня, хотел пользоваться моей силой, чтобы делать Нлонга в вольном переводе лекарства и оградить свой клан от неудачи. Большую часть времени он и его потомки пользовались мной для этого. Иногда другой знахарь нам ссылал своей силой проклятие или давал мне уничтожать людей, торгавшихся на территорию его клана. Это было веселее. И все же я до сих пор тут был пленником и им остался. Что это за место? Я не чую запах леса. Объект передо мной был перебазирован и укрепленное хранилище. Расскажи мне, как можно делать Нлонга твоей силой? Зачем бы мне это делать? Ты... Ругательство переводится как «поедатель навоза гиппопотамов». Тебе не под силу заставить меня учить тебя. Ругательство переводится как «пиявку тебе, Ванус». Неважно. Невежда. Переводится «непереводимое ругательство». Выпусти меня. Кто за той стеклянной стеной? Не обращая внимания, отвечай. Когда к тебе обращаются? Когда? Сдавленный хрип. Доктор Моррисон. Зинга, у вас все нормально? Зинга, со мной все. Стоп, не смотрите на... Доктор Моррисон, давайте я вас вытащу. Франсуа. Билл, открой камеру. Агент Лопес. Он мне заранее сказал не открывать. Доктор Моррисон. По-моему, он глотает свой язык. Ему надо вращая, Франсуа. Нзинга, на языке Киконга. Не, не смотрите. Звук открываемой двери. Неразборчивые возгласы. На видеозаписи видно, как доктор Моррисон пытается оказывать первую помощь господину Нзинге и случайно встречается взглядом с глазами SCP-1036-6. Сразу после этого доктор Моррисон резко дергается в сторону SCP-1036-6 и пытается схватиться за гвоздь. Агент Лопес обездвиживает доктора Моррисона и вкалывает транквилизатор. Господин Нзинга приходит в себя и покидает камеру наблюдения. По словам господина Нзинги, сущность, заточенная в SCP-1036-6, по-прежнему связана со своим экземпляром. Но доктора Моррисона лучше поддержать на успокоительных. Приложение номер 2. На фотографии SCP-1036-2-3-4 архивное фото снято в 1902 году до постановки на содержание фонда. Звукозапись интервью Б. 1900 засекречено год. События Калазима-1 Доктор Торвальдс Торвальдс До Тир Запись пошла. Агент Ли Я здесь, чтобы принять ваш доклад о потере SCP-1036-2-3-4. Данный эпизод получил наименование Калазима-1 Ли О потере Иначе не скажешь. Похоже, все, что было в Юго-Восточном Крыле потеряно. Много людей живыми выбралось. Доктор Вы и еще двое, но остальные два я не в состоянии давать интервью. Прошу вспомнить все подробно для протокола. Ли Ладно. Один из расходников должен был менять датчики на контейнеры SCP-1036-3. Доктор, это Д49-33? Ли Так и есть. По стандартной процедуре сначала заходит дежурный шаман. Тогда должен был быть Пьер Ханвум, но у него дочка рожала. Заходит дежурный шаман, накрывает все блестящее и дает отмашку. Но Пьера тогда не было, так что Терри принял решение на свое усмотрение и отправил туда Д49-33 с повязкой на глазах. Доктор, в качестве меры предосторожности против сущности в SCP-1036-3? Ли Ага, мы так уже раньше делали, когда Джин Бумба, ну, когда он оставил службу и пока к нам не присоединился, Пьер. Доктор, и что потом? Ли, А вот у Д49-33 была повязка на глазах, когда он потянул рукой в ящик, чтобы термодатчик найти, неверно задел статуи или еще что. В общем, выпал гвоздь. И тут Д49-33 начал биться и махать руками. Он так орал и дергался, словно горел и сбил ящики с SCP-1036-2-4. Так что я сразу задраил дверь камеры снаружи и ударил по кнопке, которая закрывает ставни на окне для наблюдения. Доктор, что-нибудь вышло из камеры? Ли, нет, дверь была задраена наглухо, но агент Кнор, он рядом со мной стоял, начал биться головой о стекло в двери, бился и бился, пока все вокруг не оказалось в крови и осколках. У доктора Ди пьяно он стоял в том конце коридора. Поначалу было как будто припадок, потом он начал отгрызать себе пальцы. Доктор, именно тогда вы отступили к центру управления? Ли, я думаю, да, пробовал уйти к южному коридору, к точке С, чтобы закрыть переборки. Там был агент Мейхровский. Он ткнул себя ножницами в глаза и живот. Попробовал на меня наброситься, но в крови поскользнулся и упал. Он орал что-то вроде киндоки. Я попробовал включить пожарные разбрызгиватели и распылить антисептик, чтобы никто себя не поуродовал. Наверное, сработал, потому что через минуту я отключился. Доктор, в журнале системы указано, что распылители включились в 18 часов 37 минут 20 секунд. Лим стонет от боли. А Питер выбрался? Доктор, Питер листает бумаги. Боюсь, что нет. Тело агента Фоя было найдено в гараже. Причины смерти похожи. Он выпил из по 2 литра бензина. Когда очнулись, что сделали? Лим, я, ну, меня кто-то за плечом покусал, так что я перетянул рану и пошел обратно в камеру содержания себе 10-36. Статуи были разбиты просто в труху. А Д-49-33, похоже, успел воткнуть в себя до черта гвоздей. Доктор, слушайте, а то, что там статуя было и застряло, заставляло всех делать вот это, оно еще там? Доктор, никаких, никаких признаков нет. Мок Мю-13 прошло все крыло и дала сигнал все чисто. Продолжение следует...